Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусная Кухня и с вами я, Ирина. Сегодня приготовим с вами очень вкусный арабский десерт Бас Боуса. Это арабский манник, пришедший к нам из далекой Османской империи. Основными составляющими данного десерта в те времена были кокосовая стружка, апельсиновый сок и симолина. Это та же манная крупа, но другого помола. Итак, начнем готовить. Вначале отмеряем 1,250 мл стакан муки и добавляем к нему 3 чайные ложки разрыхлителя. Откладываем в сторону. В миску для замеса теста вбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем сахар по рецепту. Конечно же, щепотку соли. И взбиваем венчиком яично-сахарную смесь до однородного состояния. Затем вливаем 250 мл холодного молока. Добавляем растительное масло. А также я добавляю кокосовый экстракт. По рецепту идет ванильный экстракт, либо ванилин. С кокосовым экстрактом вкус данного десерта получается намного ярче и насыщеннее. Итак, добавили кокосовый экстракт и перемешайте все слегка венчиком. Далее добавляем сок одного апельсина. Апельсин берите ароматный, сочный, чтобы сок был тоже вкусный. Далее добавляем цедру этого апельсина. Вообще-то в любой выпечке цедра апельсина, либо лимона, придает особый аромат и вкус для любой выпечки. Перемешав, добавьте 250 мл стакан жирной сметаны, либо йогурта. Йогурт здесь используется именно классический. Когда закончили добавлять все жидкие ингредиенты, добавляем сухие. Итак, у меня 250 мл стакан, но я добавила не полный, то есть до 200 мл семалины. Можете добавлять также манку, здесь не принципиально. Ребята, аромат стоит просто неимоверный. Кокосовый экстракт, плюс апельсиновый сок, плюс цедра апельсина, это просто бомба. И вот стакан муки, который мы откладывали в начале видео, теперь его нужно добавить в само тесто. Добавляем муку в 2-3 приема, постоянно помешивая венчиком, замесите однородное тесто. И, конечно же, 1 стакан кокосовой стружки. Стружку берите вкусную, ароматную, которую вы всегда берете. Перемешайте тесто до однородности. Как вы видите, это очень легко делается венчиком вручную. Тесто получается потрясающе ароматным. И дайте ему настояться минут 30. А тем временем мы с вами сварим сахарный сироп. У меня будет вот такой вот стакан. Здесь 200 мл, это стакан для сока. Им я буду измерять все жидкие и сухие ингредиенты. 2 полных стакана сахара и 1,5 стакана холодной воды. Включите огонь и при постоянном помешивании доведите сироп до кипения. Как только сироп закипел, ему нужно покипеть 2-3 минутки. Затем отключите огонь, перемешайте и дайте остыть. Форму диаметром 26-28 см я застелила пергаментной бумагой. Форма у меня разъемная. Дно и бока формы нужно смазать сливочным маслом. Тесто постояло полчаса при комнатной температуре. Манка в нем набухла. Оно стало более ароматным и уже готово к выпеканию. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов при режиме вентиляции. Наше тесто выкладываем в заранее подготовленную форму. Как только духовка разогрелась, отправляем тесто в форме в духовку, установив его в середину. Время выпекания десерта 30 минут, но я рекомендую вам проверять готовность деревянной палочкой. Десерт готов, он зарумянился. Я его уже проверила деревянной палочкой, она вышла полностью сухой. Сейчас я вам покажу наглядно. Горячий десерт я нарезаю на небольшие кусочки. И сразу же заливаю остывшим сиропом. Базбоуса можно украсить по желанию кокосовой стружкой, либо любыми орехами. Получается очень вкусно. Этот десерт очень нежный, очень вкусный и очень ароматный. Пожалуйста, попробуйте приготовить, я уверена, что вам обязательно понравится. Спасибо, что смотрели мое видео. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok